и приветствую вас да здрасте вы с украины город харьков меня зовут александр да и чего себе весы русалима замечательно что у вас он бомбят у нас сегодня день траура по погибшим а что искандером да я читал на калибр и искандеры да и вот эти дальние рсзо обычно смерч даже смерчем бьют по городу ну да конечно какой кошмар ну а до этого градами ну когда российские войска стояли по окружной дороге харькова с северной стороны там северная салтовка это же основные разрушения это градами потому что осколки радов и остатки двигателей рада они очень легко и детенцируются даже нашими детьми нет слов вы откуда знаете что солнцепёками били по городу и там же я же не обращаться да можно на ты конечно не на ты это понятно имя ваше костя а константин боялись о чем вы хотите поговорить я был хак и много раз вы были много раз харькове ну там на слабо женщине в сумах на барабане у вас барабана а он кстати сильно погорел барабан процентов надо еще вначале на 70 на 80 в первые месяцы скажите а допкин он изменил свое мнение я слышал или вы считаете что он по-прежнему как бы ну как сказать пророссийский ну мне он сейчас не нравился я вас понял допкин это сейчас были мощь просто ну фигня какая-то потому что те а харьковчане которые как бы ну у которых допкин имел авторитет они сейчас ну практически полностью уже его не воспринимают ну и его переобувание и его самого это уже сбитый летчик без руки без ноги он должен пользоваться хотя бы элементарной поддержкой авторитетом какой-то должна быть харизма у него влияние на умы а сейчас я думаю что допкину даже просто к харьковчанам выйти и пообщаться с простыми харьковчанами это будет реакция отторжения конечно же а кернесу он бы как вы думаете в этой ситуации такой как корбан да такой мощный энергетический такой он мог как бы наверное повел бы себя более боевым боевым во первых начнем с того что если бы кернес он бы сложишь ставил себе в заслугу красота новых строек парков дорог инфраструктуры когда он если он увидел бы разрушение жертвы ой и все такое прочее ну и опять же таки константин вы не сравниваете пожалуйста допкина и кернеса потому что реально допкин это подстилка под кернеса и затем я как-то смазала звук кто допкин подстилка а подстилка подстилка под фигуру кернеса вот знаете есть нам шахматная фигура например там ладья а у нее есть тряпочка которая снизу приклеена чтобы это фигура как-то в общем стояла на шахматной доске не царапала лак дерево шахматной доски сейчас все американцы там вспоминают начало войны там заслугу что они ну короче сейчас такая движуха и ваши всякие отставные генералы они все спинат начала этого этой войны так а вы считаете что вот когда я помню зашли эти тигры эти бронемашины в харьков это они они на что вот вы мне по примере харькова скажите на что они рассчитывали что тип как вежливые люди зайду до типа и вы типа харьков там снули с светами ну как бы хоть не будут хотя бы сжечь эти игры как то какое ваше мнение если вспомнить начало войны нашу не рассчитывали действительно вот когда они как-то так я помню как эти видосы как они заходят заезжают на этих тиграх ну что вы думаете на что они рассчитывали действительно по харькову хотя бы скажите константин тут соединение двух очень серьезных факторов первое они рассчитывали что не будет сопротивления раз и второе а исполнителям ну то есть простым солдатам сержантами офицером им до последнего втирали что это учение и многие колонны когда они заходили на территории украины то они думали что а это еще продолжение учений и вдруг оказывалось что они на территории украины российские войска очень быстро в первые два дня подошли к окраинам города харьков и потом когда они заехали вот эти тигры они же ездили совершенно бесцельно они просто гоняли на высокой скорости по городу харьков попадали в ловушке их подбивали останавливались то есть никакой цели никакой задачи внятной никакого плана не было действий они терялись в городе я лично видел тигр который на очень высокой скорости ехал по улице и так сказать его тогда не удалось подбить благодаря тому что он очень быстро он проскочил перекресток и потом он куда-то заехал попал в засаду или в тупик и был уничтожен после этого несколько тигров остановились у школы захватили эту школу были почти все уничтожены но все равно вот как-то но лишние тупые они же когда едут да вот по трассе там ведут там купинск там за лозовая там тыры-пыры там до харькова там 20 километров они как-то видят знаки они шо вообще не понимаешь они все таки движение в колонии опять же таки про прорвались игры с десантом почему потому что это были достаточно быстрая машины смотрите более того я вам скажу сама дата нападения она же была выбрана крайне неудачно 24 февраля погодные условия не помогали не позволялись ехать с дороги та бронетехника которая съезжала в открытые поля перекопанные которые реально только тонкая корка льда была на грунте а там под под тонким слоем льда была грязь где застревали застревала тяжелая бронетехника и вот только благодаря высокой скорости по дорогам смогли прорваться отдельные колонны тигров а танки мтлб бронетранспортеры боевые машины пехоты они не могли маневрировать в полях на местности они могли идти тупо только по дорогам и они конечно же уничтожались и они совершенно не ожидали такого сопротивления и что дата нападение была выбрана ну максимально не неудачно для российских военнослужащих ну тупо рандомно да там после дня армии как-то 23 февраля смотрите мы же разумные с вами мы же понимаем что ничего катастрофичного если бы она на месяц именно два перенесли бы дату нападения ничего катастрофичного для россии не произошло были бы только плюсы почему потому что они могли и дальше насмехаться над американской разведкой вот что она объявила дату нападения на все переносится 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 это бы демотивировала бы украинские вооруженные силы возможно в какой-то мере это вызвало бы большее раскрытие планов больше стран мы поняли мы что действительно будет нападение но реально они катастрофы не было бы то есть это был не не превентивный удар который требует вот максимально быстрого эффективного ответа ну да я слышал что если бы это не шестидневная война ну или не пятидневная в грузии или не пятидневная да когда необходимо было государству израиль нанести действительно превентивный удар по арабской коалиции а россия выше город где нанесла этот удар конечно же таскать не опасаясь это же не превентивный удар ну да не превентивно конечно ну да да она очень с 9 направлений зашла кто очень даже я не военным это очень как-то тупо до принцип современного ведения войны это концентрация то есть нельзя размазывать силы вот так вот на таком широком да конечно жалко харьков самый один из красивейших городов я помню там возле южного вокзала вообще у вас очень красивые дома вот кстати говоря вы смотрите вот это номер с российской военной машины да выше ухты ухты какой-то российский военный номер да 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 я вижу черно-белый ухты ухты какой трофе вот это самое котелочек это именно так сказать поле боя разбитые российские силы от тигра у меня есть бронезаглушки на топливные баки конечно спасибо за разговор вы хотя бы отдыхать я смотрю вас глаза кратко спасибо я просто там конечно же нужен был вот рпг-30 крюк сейчас что это такой уникальный двуствольный гранатомет для того чтобы преодолевать активную защиту танков в частности и против меркала тоже это рпг-30 крюк а он специально стреляет двумя стволами и вот маленькая граната провоцирует срабатывание активной защиты трофе танка меркала 4 и более того сейчас такие гранатометы они по лицензии в одной из арабских стран налажено производство я не знаю в какой мере это непосредственно представляет опасность для государства израиль хотя я надеюсь что такие гранатометы уже давно попали специалистам нашим замечательным и необходимые меры или перенастройка системы защиты именно для борьбы с подобными гранатометами гранатомет достаточно мощный и основная мысль он 105 миллиметрового основная боевая часть 105 миллиметров это в отличие например от вот обычного рпг-26 это семьдесят два миллиметра сушите вы прям с какого-то склада мне я на работе на ходе я военный специалист а да а да ухты как неправильно короче говоря они очень существенно повысили пробивную способность вот этого гранатомета увеличив калибр до 105 миллиметров и применив второй ствол который граната которого обладает такими же характеристиками по радиолокационной сигнатуре по радиолокационному вот этому отклику и она летит немножко и основной гранаты провоцирует срабатывание системы израильской трофе которая сейчас ставится и на танки эбрамс тоже это сейчас наверное лучшая в мире система активной защиты танка израильского производства которая ставится и на израильские танки и на в частности по моему на леопард тоже хотя не уверен но точно на эбрамс и что это русские разработки это ваша харьковская там украине это конечно же российская разработка я занимаюсь на российском я просто назвал вот так говорить прям рекламный проспект я не ну подожди я объективно говорю что трофеи довольно лучшая в мире система активной защиты танка правда и правду говорить всегда легко и приятно я помню лет десять назад вот израильские танки как попали в засаду там что три-четыре меркавы их так грамотно вливание уничтожили с этих российских может быть значит чего можно с этих крюков ну короче и после этого так особо больше но не сувались на танках ну там грамотная была очень грамотная засада классическая так что я понимаю чем вы говорите о вас просто трофеи такие я понял ну раз очень интересная я если честно никогда я слышу что есть подствольные еще такой и они взаимодействуют это одноразовый гранатомет продолжение темы ведь после войны в во время войны во вьетнаме в советский союз попали образцы американских одноразовых гранатометов и по вот этим вот скопированный и ну немножко измененный но реально скопия американского противотанкового одноразового гранатомета стала советском союзе называться рпг-18 муха сейчас алекс извините но базуки они вы имеете ввиду базуку или базука это противопехотный разовый гранатомет я сейчас не помню как-то называется м и какая-то вот не могу сейчас сказать точно ладно ладно как это называлось одноразовый гранатомет это тогда была новейшая разработка естественно что вове из вьетнама они попали в советский союз и были скопированы советским союзом это стало называться рпг-18 муха потом ему увеличили калибр дальнейшее развитие это рпг-22 нет то и рпг-26 аглень вот это я вам показывал рпг-26 аглень а дальше рпг-29 вампир и рпг-30 крюк вот рпг-30 крюк это достаточно скажем так ну дальнейшее развитие этой темы вот и вот он его особенность то что необходимо преодолевать систему активной защиты трофе я понимаю это это все-таки не фугасные таки кинетически таким это кумулятивный боеприпас как кумулятивный на холм кумулятивный боеприпас который сбивается на подлете именно система активной защиты танка она ракетой при помощи радиолокационной станции особой именно для этого созданной при помощи микрокомпьютерного микроконтроллерного управления процессорами цифровыми это все информация радиолокационная очень четко обрабатывается математика великолепно сделано она анализирует а вот это все дело и сбивает кумулятивный разрушает взрывает кумулятивный боеприпас на подлете если кинетический боеприпас если боеприпас а есть еще какая-то разновидность боеприпас вот лом ну грубо говоря урановый или твердосплавный победитовый лом карбидворфрамовый лом летящий на высокой скорости порядка двух километров в секунду сбить очень тяжело для этого существуют другие системы ну которые пытаются с этим существует то именно ракетой специальной гранатой поразить и разрушить кумулятивную кумулятивную воронку кумулятивный боеприпас это конечно же очень эффективно ваше познание удивляет время заставило тоже в этом да а где то сейчас украина развивают какие-то технологии или сейчас это они все у нас есть определенные технологии но это военная тайна нет вот из удачных разработок это конечно же противотанговый комплекс стукна стукна конечно да считается хотя конечно же честно скажу что это продолжение советских разработок это достаточно неплохой комплекс он что самое интересное что вот смотрите вот эта крышка от противотанкового гранатомета and love о знаменитей что это британский это упаковка контейнер и вот эта крышка от этого гранатомета вот и что самое интересное что стукна она же ведь может работать не против and love а не против джавелина а вместе с ними то есть когда танк подвергается воздействию а на дальних расстояниях это так сказать это может быть удар стукны причем что самое интересное вот я занимаюсь дистанционным управлением оружия чтобы рядом с оружием не было человека чтобы на расстоянии управлять боевым модулем оружием управлять на расстоянии потому что именно человек это самое слабое звено в системе человек оружия человека поражают ударная волна человеческий фактором конечно же а вот и эффективность ведения огня тогда высокая когда боец солдат сержант он чувствует свою защищенность что он находится в укрытии и при помощи современных систем электрон же же на экране ноутбука или планшета цель и ведет по ней огонь он не боится и он находится не в том месте где находится огневое средство но нету отвлекающих факторов десятках метров от этой цели и вот этот принцип реализован в противотанковом комплексе стугна хотя конечно я к нему не имею отношения никакого вот а там пульт управления стукной по кабелю относится несколько десятков метров от пусковой установки это можно осуществлять например из блиндажа из укрытия из окопа замечательно потому что конечно же враг видит где находятся огневые средства выявляет их и ведет по ним огонь и конечно же спасти человека поставить его выгодные условия по сравнению с атакуемой целью это конечно же замечать алекс я слышал что вообще вот эта оптика которая может быть я не знаю как стуга у некуда оптические там есть прицел я не знаю просто но вроде бы как вот снайперов сейчас очень сканируется вычисляются под снайперов такими-то лазерами ослепляют терпыры ок а я понимаю все таки вот это взаимодействие как у русских вот это 100 и орлан да то есть как бы все таки нету оптики оптика есть наверху у орлана она тоже эффективно а ум сты и и что не за когда слепить от какой я слышал что снайперов сейчас реально слепят то есть как бы ну вы понимаете если я понимаю кстати говоря опять же таки для этого есть израильские разработки есть замечательные разработки израиля израильских фирм по противодействию снайперам потому что это к сожалению для вас очень актуальная тема да вот и по лазерному воздействию и на снайпера и по лазерному взаимодействию против беспилотных летательных аппаратов это именно сейчас то что понемножку попадает средства массовой информации это именно сейчас оборонная промышленность израиля находится на передовых на переднем крае вот этих вот разработок хотя говорят что подобные вещи есть японии разработки определенные и в соединенных штатах но очень интересное то что попадает вот что в израиле создан комплекс еще пока ну скажем так первого поколения для воздействия ну это потому что это очень новая тема то есть ну первое скажем так вот то что можно реально передать войска эксплуатировать возможно еще со своими недостатками и именно эксплуатация этого комплекса и выявление это же как посмотрите как это важно чтобы военные пользовались это пусть даже по мишени и так далее и они говорили там производители посмотрите вот это надо сделать так это так это так посмотрите как было построено взаимодействие разработчиков и военных при конструировании танка меркова ведь это же танк меркова родился именно в результате того что танкисты участвовали в разработке танка а разработчики постоянно находились в контакте с танкистами и это было сделано после того как западные страны отказались в поставки израилю современных танков история создания танка меркова это очень интересно я читал ее как билетристику как детектив ну ваши тоже неплохо сейчас усиливают эти 72 поляки эти твердые очень будущее это конечно же беспилотные за танки можно забыть да почему потому что очень тяжело сейчас испыт использовать танки с экипажем потому что это человеческие жизни и конечно же сами танкисты ну конечно же потеря я вам честно скажу как как человек который ну не не понаслышке видит и знает я по себе знаю что потеря дистанционно управляемого аппарата это всегда для нас очень ну скажем так достаточно болезненно но это совершенно несовершенно с потерями человеческой жизни это вообще даже ни о чем потому что тут можно как компьютерной игре переиграть что мы сделаем так да так так на хон а человека уже не вернешь уже не вернулся активность когда это то есть это же получается буквально камикадзе это то о чем мечтали японцы бесстрашный танкист без ну когда в варианте беспилотного беспилотной платформы ну вот так вот ну да камикадзе переводится как что ветер да 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 божественный ветер божественный ветер хорошо что хорошо что а извините перевес что у вас в украине вот ценится человеческая жизнь потому что ну в россии же там как бы бабченко я сегодня слушал он говорит что там за уралом там до сих пор район на район выходят с цепями там с какого-то маш завода на другое и сколько-то трупов на площади там железнодорожная осталось то есть там жизнь не ценится а хочу шут в украине совсем другое все-таки ну мышление потому что мы действительно нужно ценить жизнь слава богу что эти беспилотники слава богу что вы опережаете по беспилотниками в россии спасибо вам большое мне уже надо идти спасибо здоровья держитесь алекс желаю победы спасибо 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 и и вот спасибо и Продолжение следует...